С тех пор, как я был ребенком, я всегда не верил в религию и загробную жизнь. Я думал, что когда мы умираем, мы просто умираем, и все, вы отключаетесь, и на этом все. Это действительно угнетающий взгляд на жизнь, потому что ты всегда боишься, что с нами произойдет, когда мы умрем. Так, я начал быть более любознательным, читать книги и просто исследовать, исследовать, что происходит с нами, когда мы умираем. Одновременно я работал фотографом и видеографом для команды автогонок. Это была работа. Я ездил по всему миру, снимая гонки, автогонки и мотоспорт. И пока я это делал, на автодроме был шатер, который имел, где мы принимаем пищу, наш обед и ужин. А женщина, которая была кейтерингом, та, кто готовила всю еду, тоже была, как я. Она была очень скептически настроена по поводу жизни после смерти, и у нее были некоторые опыты, и в итоге она написала книгу. И я не знал ее в тот момент, но у нее был небольшой плакат «В месте, где мы ужинали», на котором было написано «Мы не умираем». Это была ее книга «Путешествие скептика в загробную жизнь». Я прочитал книгу, не встретил ее, но знал, кто она. Я прочитал ее книгу, и меня действительно заинтересовала тема. Все эти вещи о медиумизме и опыте близком к смерти. Я прочитал книгу, а затем подошел к ней и сказал, «Знаете, я занимаюсь всей этой видеоработой. Вы бы заинтересовались в сотрудничестве со мной вашей книги. Знаете, можем сделать документальный фильм, и мы это сделали, мы создали документальный фильм о ее книге. Под названием «Мы не умираем». И это в итоге привело к тому, что я начал посещать различные конференции о загробной жизни, которые она организовывала. Они стали очень популярными здесь, в Штатах. Мы провели большую конференцию под названием «Мы не умираем» в Орландо. И было около 150 участников. Но все эти великие медиумы проводили выступления и семинары. И некоторые другие спикеры говорили о переживаниях на грани смерти и физическом медиумизме, если вам это знакомо. Это совершенно другое дело. И вы можете найти много этого контента на YouTube-канале «Мы не умираем» совершенно бесплатно. Вы можете зайти и посмотреть это. Но после 2019 года на конфе «Мы не умираем». Я увидел так много презентаторов, которые предоставили отличную информацию. Я разговаривал с разными людьми. И женщина, которая выступала, звали. Соня Ринальди. Она проводит эксперименты по инструментальной транскоммуникации, где делает фотографии. И записи звука, используя различные методы, чтобы позволить тому, что она называет духами, манипулировать этими изображениями. Я посмотрел её семинар и подошёл к ней. Я сказал, могу ли я сделать фильм о вас. Сначала она не согласилась, но потом передумала и сказала, хорошо. Она сейчас в Бразилии. Итак, я сделал свой первый документальный фильм о ней, который называется «Ринальди». И у него есть подзаголовок. Инструментальная транскоммуникация на ту сторону. Этот фильм вы можете найти на Amazon Prime прямо сейчас. И это есть на MDB. А также это есть на Тюби, о котором я упоминал ранее. Но это вышло. И это вышло в 2022 году. И с тех пор я работал над двумя другими проектами. Один из них «Прошлое, но настоящее». Мы поговорим через минуту. А затем ещё один фильм, который называется «Доказательство загробной жизни». Он отснят, но занимаюсь монтажом. Это документальный фильм о двух медиумах из Англии и Шотландии. Они супружеская пара. И занимаются доказательной медиумностью, что для тех, кто не знает, что такое доказательная медиумность, прошлое, настоящее. Средство, которое предоставляет доказательство того, что ушедший близкий всё ещё здесь, с нами, как физическое тело умирает, так и Дух, продолжает своё существование. А как мы получаем доказательства? Доказательства приходят через чтение. Если у вас есть индивидуальная сессия с доказательным медиумом, те, кто действительно занимается доказательным медиумизмом, не позволяют получателю вам говорить что-либо, кроме как «да» или «нет», потому что они собираются задать вам ряд вопросов. И если вы будете отвечать только «да» или «нет» на эти вопросы, то вы будете знать, что медиум не обманывает вас, потому что вы отвечаете только «да» или «нет». Так что, скажем, знаешь, например, у меня здесь твоя мама, и у неё есть воспоминания о, знаешь, доме, и он выглядит так и эдак, и ты просто говоришь «да» или «нет». Если ты говоришь «нет», моя мама, и если вы даёте слишком много информации медиуму, то они могут использовать это и говорить вам такие вещи, которые убедят, что они общаются с вашей мамой. Хотя это может и не быть так, потому что в мире определённо есть мошеннические медиумы. Так что, если вы просто сидите там и говорите только «да» или «нет», к тому времени, когда вам будет представлено доказательство, вы в своём сердце будете знать, что это было правдой, что это было реальным, потому что как бы они могли знать эту конкретную информацию. И вот в чём на самом деле суть. Вы получаете все эти доказательства. А в конце есть сообщение, которое как бы возвращает к началу. Так что вы получаете прямое сообщение от кого-то из мира духов. Так что этот фильм называется «Доказательство загробной жизни». И он выйдет в следующем году. Но вы можете узнать информацию об этом на сайте wedontdiefilms.com. Это моя продюсерская компания. Прошлое, но настоящее касается другого доказательного медиума по имени Дженнифер Бразье. И она была медиумом, с которым я встретился на той конференции в 2019 году. И я решил, что мне нужно взять у неё интервью для фильма «Ринальди». Видите ли, всё это как-то связано. И когда я пошёл брать у неё интервью для фильма «Ринальди» о медиумизме, произошло нечто довольно замечательное. И это было... Она была во Флориде, недалеко от того места, где я живу, в нескольких часах к северу отсюда, чтобы провести отпуск с друзьями. Я сказал, «О, я приеду к тебе, мы проведём интервью, и я проведу день». И пока мы проводили время вместе, мы находились рядом с этим действительно удивительным лесом и рекой. И она сказала, «Знаешь, Роберт, меня тянет к тому лесу вон там, нам нужно пойти туда, что-то притягивает меня к тому лесу, тянет меня». И я сказал, «Ну, дайте мне взять камеру, и я пойду с вами». И мы пошли в этот лес, и она начала видеть в своём воображении, знаете, как ясновидение различных коренных американцев, знаете, как народы первых наций, индейцев, и она слышала, как бьёт барабан, и чувствовала запах дыма, и в своём воображении видела индейскую женщину, как бы приветствующую нас в лесу. И я снял всё это на видео. И она получает все разные сообщения и истории, связанные с этой землёй. И мы провели весь день, бегая по лесу и городу. Слушая эти истории, которые она получала из мира, духов. И поскольку я это снял, я подумал, что это будет отличным телевизионным сериалом или документальным фильмом. Все эти истории, которые мы находим, невероятно, что это реально, но это действительно так, потому что мы углубляемся в исторические книги. И статьи, и исследуем, что было после. Истории были реальными. И в 99% случаев сообщения мы можем подтвердить через исторические записи. А в тех случаях, когда мы не можем, это не значит, что это было неправдой. Это, возможно, произошло раньше, чем исторические события были зафиксированы. Итак, мы поедем в разные места. Например, в Колорадо мы посетили призрачный город. И она не знала, куда едет. В этом и заключается цель для зрителей, смотрящих шоу. Они должны понять, что ведущая, Дженнифер, не осознаёт, куда она идёт. Поэтому у неё нет времени исследовать маленькие городки, в которые мы ездим, находить истории и затем придумывать их. Мы иногда берём её с завязанными глазами. Мы отвезли её с завязанными глазами вместо под названием Agnes Falls, где был красивый водопад. Мы завязали ей глаза. Мы шли милю в лес к этой реке. И я знал, потому что провёл исследование, что там произошло множество исторических трагедий. Люди погибли под лавиной или некоторые люди умерли во время сплава по реке. У меня было много историй, которые я знал. Хотел узнать, она их поймёт. Она это сделала. Не зная, что происходит. Таким образом, это доказывает, что те люди, которые погибли на этой земле, смогли оставить в сознании Дженнифер свои истории. А затем она смогла выразить их словами для нас перед камерой. Вот что вы увидите, если посмотрите прошлое через настоящее, медиум, который отправляется в разные страны и просто позволяет духам приходить, рассказывать свою историю через неё. А затем мы документируем это и подтверждаем. Это проблема, с которой я часто сталкиваюсь, особенно с близкими друзьями и семьёй. Именно поэтому я склонен разделять свою личную жизнь и свою жизнь с духовностью. Потому что, знаешь, из-за таких вещей ты теряешь друзей. Люди считают тебя странным, потому что не верят. А потом ты пытаешься их убедить, а они говорят «О, это не может быть правдой». Поэтому очень трудно пытаться убедить кого-то. Так что я не стараюсь слишком сильно убеждать людей в своей личной жизни. Я делаю это через свои документальные фильмы. Если кто-то потратит время на просмотр документальных фильмов, особенно этого шоу, и доказательства загробной жизни, которые будут представлены, это поможет объяснить всё кому-то. Но что я могу сказать кому-то, кто сейчас это смотрит? Если у вас есть сомнения по поводу загробной жизни, то обратитесь к доказательному медиуму. И это должно быть доказательным, потому что покинув эту встречу, вы будете убеждены на 100% без всяких сомнений. Главная цель — наслаждаться временем, пока мы здесь, наслаждаться своей жизнью. И всё станет ясным, когда мы перейдём на другую сторону. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова